Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Как вы уже поняли из названия данного видеоматериала, речь пойдет о неком спиртном напитке, предпочитаемом к обильному употреблению некой этнической группой, проживающей на территории Карпатского региона, Украины и Румынии. И да, гуцульский виски, афиневка, она же лохиневка, она же настойка на чернике. Очень интересный продукт, я думаю вам понравится. Афина название сугубо региональное и действительно так гуцулы называют обычную чернику, которая обильно произрастает на склонах Карпатских гор. Гуцулы целыми селами в сезон сбора черники выезжают в Карпаты и собирают эту афину с целью перепродажи ее за границу, потому что черника обладает огромным количеством медицинских свойств, очень полезна для здоровья, богата огромным количеством витаминов и микроэлементов. Основной, кстати, покупатель это Польша и Румыния. К сожалению, у нас чернику купить достаточно проблематично оказалось, тем более сушеную чернику. Я сам в свое время очень много собирал в Карпатах чернику, но было это так, с рюкзаком в походе растет черника, сели, натоптались и пошли дальше. И да, тонус она поднимает очень хорошо. На самом деле гуцулы на основе черники готовят очень много чего интересного, и в том числе афиновку, черничную настойку. Нам понадобится сушеная черника, купила 50 грамм, такая вот она, можно использовать свежую чернику. Если вы гуцулы живете в Карпатах и у вас есть возможность насобирать свежие чернички, то совершенно классно получится и на свежей. Напиток получается крайне вкусный. И совершенно случайно, друзья, у меня здесь завалялся 3 литра 96,6% спирта ректификата, приготовленного, кстати, вот на этой замечательной колонне. И давайте начинать. Конечно же, в первую очередь, перед тем, как начинать готовить афиновку, нужно помолиться гуцульским богам, которые по легенде проживают на вершине украинской высочайшей вершины Карпат, Гаверлы. Но мы с вами это упустим и сразу же незамедлительно приступим к приготовлению афиновки. Для этого возьмем литр чистейшего спирта ректификата, наивысшей очистки, добавим сюда 50 грамм ягод черники и оставим в темном месте настаиваться примерно на недельку. Через неделю незамедлительно продолжаем продолжать. Я приготовил 1,8 литра воды для того, чтобы согласно расчетам, произведенным с помощью калькулятора самогонщика, в результате получить конечную спиртуозность 35%. Также 10 грамм декстрозы. 10 грамм это примерно столовая ложка с горкой. Отправляю в фильтрованную воду декстрозу и хорошенько перемешиваю до полного растворения. Дело в том, что сахар в спирте растворяется очень плохо, поэтому лучше растворить сразу же в воде. Декстроза смягчит вкус напитка и придаст ему особый шарм, скажем так. Далее перельем сюда настойку черники. Конечно же, уже без ягодной составляющей. Использую лейку с фильтром. Кстати, вот это тоже стоит перемешать хорошенько. И теперь переливать. Перемешаем все, конечно же. И оставим для стабилизации еще на недельку. А через неделю разольем по бутылкам и будем дегустировать. Через неделю Афиновка выглядит вот так. Вот напиток изменил цвет. Я рассчитывал, что черничная настойка, как и любая порядочная себя настойка, не будет менять цвет. Но у гуцульского виски другой взгляд на жизнь. Почему-то она, ну не зря называют гуцульский виски. Обратите внимание, по цвету такой соломенный, легкий соломенный цвет, похож на вискарь. Друзья, у меня уже угли прогорают на шашлык. Поэтому перейдем с вами за стол к хорошей закуске и продегустируем Афиновку. Все готово к дегустации. Я вам сейчас расскажу, как правильно дегустировать Афиновку и вообще любое домашнее спиртное, которое, конечно же, ни в какое сравнение не идет со спиртным магазинным. Друзья, готовим шашлычок, немножко нарезочка овощей, молоденькую картошечку, закуску из баклажанов и, конечно же, Афиновку. Запотевшая бутылка, это просто бомба. Оператору наливаем? Оператор? Наливаем. Наливаем оператору, наливаем себе. Так, нам надо для успешной дегустации вот так вот кусочек шашлычка. Это у нас рулетики. Ладно, картошка будет потом. Ну и будем пробовать. Напишите всем благодарность моему оператору и моей любимой жене Ларисе. Собственно говоря, соавтору нашего канала. Друзья, Афиновка, гуцульский виски. Ваше здоровье. Недурственно. Очень недурственно. Как бы описать вкус? Немножко похоже на рябиновую настойку. Очень ароматная, сладковатая за счет того, что мы добавили некоторое количество глюкозы. И терпко-горьковатая за счет черники. Черника дала очень интересный привкус. Ну, мне нравится. Немножко, кстати, похоже на компот из сухофруктов. Может, потому что черника сухая. Так. Болтать не надо. Ваше здоровье. В принципе, напиток такой, что его можно не закусывать. Очень мягкий, очень нежный. Ну, закусить шашлычком. Поверьте, это бомбезна. Как будто побывал в Карпатах. Кстати, мы скоро туда собираемся ехать в очередной поход. И видео об этом будет на канале. Друзья, спасибо за внимание. Приготовите Афиновку. Вернитесь под это видео и напишите в комментах. Если вы случайно зашли на наш канал, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. А если постоянный зритель, поставьте лайк. Это мотивирует снимать нас новые видео. Спасибо за внимание. Вкусных вам домашних напитков. Напомню, все оборудование для приготовления вкусных домашних напитков вы можете купить в нашем интернет-магазине Craft Store. Ссылочка на интернет-магазин будет в описании ролика. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...